Альметьевский марафон Кто рискнет пробежать самую длинную дистанцию и чем удивит этот марафон, узнаем далее Подготовка к марафону началась задолго до его начала В Альметьевске были организованы тренировки для любителей бега и профессионалов Проходили они только в нашем городе по инициативе главы района Занятие бесплатное, но при посещении следовало соблюдать несколько условий Первое – это приходить в удобной форме Второе – не забывать про питьевую воду А третье и, пожалуй, самое важное – боевой настрой Занятия проводили опытные тренеры При подготовке надо учитывать, конечно, индивидуальные особенности каждого человека Потому что все разные люди, у всех все по-разному Чтобы нагрузка была именно для этого человека индивидуальная Надо учитывать и возраст тоже, и молодые, и пожилые, например Все эти аспекты надо за ним учитывать И стараться не сильно переутверждаться на тренировках любителям Надо получать удовольствие от бега И тогда, я думаю, результат не застать себя долго ждать Тренеры рассказывали будущий марафон самотехники бега Каким должен быть завтрак, как правильно разминаться Тренировки проходили три раза в неделю Присоединиться к ним мог каждый желающий По традиции серия забегов в Татаран Проходит в пяти городах республики Это Нижнекамск, Набережная Челны, Айметинск, Иннополис и Казань В Айметинске марафон состоялся в день города и в день нефтяника Ближе к полудню на улице Ленина начали разминаться и готовиться к старту бегуны Татьяна Юдина – участница забегов в корпоративной лиге Перед стартом не волнуется и верит в хороший результат своей команды Как думаете, команды сегодня? Какие результаты показаны? Самые лучшие Мы на протяжении третьего забега занимаем первые места Надеемся, в этот раз будет не последнее место, а первое Команды приехали бегуны из соседних набережных Челнов Гости города представляют клуб любителей бега-беговые машины Вместе они занимаются и выезжают в города на марафоны Челненец Егор Казанцев планирует преодолеть 21 километр И улучшить свой предыдущий результат Хочу улучшить час 30 Последний результат был час 36 Посмотрим, как сложится трасса И погодным условиям, конечно, много влияет Самыми первыми стартовали участники детского забега Для них маленькая дистанция Дети от 4 до 10 лет пробежали круг в 300 метров И первыми опробовали трассу альмеческого марафона Победителей, проигравших здесь нет Каждому бегуну вручили памятную медаль Семилетний Рома Тимофеев – один из юных бегунов У него это первая медаль, но будущий спортсмен уверен далеко не последняя Насколько быстро ребята бежали? За забегом Ромы следили его папа Андрей и старший брат, которые также попробуют свои силы на дистанции побольше Не ожидали, что будет так много людей Когда сказали, что 200 человек, только детей Как бы удивиться Ну, в принципе, вот Единственное, хотелось бы, чтобы на скорость Они же хотят быть первыми Но, к сожалению, как-то не побежали все вместе И прибежали все вместе Следующими на старт вышли взрослые Получилась внушительная колонна марафонцев Такое количество участников неспроста, говорят организаторы Ведь спорт и здоровый образ жизни становятся все популярнее не только у молодежи, но и у горожан постарше Мы в этом году увеличились практически в два раза по количеству участников Можно сказать, что и местные жители прониклись этой идеей и вышли на старт сегодня вот этого большого забега Кроме того, на Альметьевский марафон приехали представители 69 городов России и стран Содружества Три, два, один Стартовали бегуны от дворца культуры Невче Маршрут пролегал по самым красивым местам города Участники во время бега любовались каскадом прудов, парком Шамсенур, площадью Ленина, а также пляжем городского озера Но в этом году забег особенный Все его участники могли окунуться в музыкальную атмосферу На каждом километре бегунов встречали удары барабанов и заряжающая музыка Первым, кто преодолел финишную линию на дистанции 3,5 километра стал Игорь Головин, гость из набережных Челмов В беге он профессионал, занимается уже 13 лет и имеет разряд мастер спорта Поэтому 3,5 километра Игорь пробежал за рекордное время Сегодня трасса явно короче получилась, потому что получился результат 7,40 Это уже такой международный уровень, можно спокойно на мере выступать с таким результатом Так что, думаю, метров на 100 точно было поменьше, может чуть побольше На эту дистанцию вышли свыше 600 участников На финишной черте самые разные эмоции Пробежал я за 13 минут, очень доволен Побольше мы на таких мероприятиях Я очень рад, все классно Это своеобразная проверка своих сил Получается, на Шевченко подъем такой очень тяжелый И вообще выдыхаешься просто нереально Но потом работаешь уже через силу И добегаешь до конца дистанции, рады тебе С коллективом собрались, зарегистрировались Приняли активное участие Масса получили душевного такого азарта Пробежали с детьми Поэтому это семейный такой праздник Отличные впечатления Было очень волнительно, эмоционально И в то же время, что это проходит в нашем городе Это очень здорово Я могу еще в такие дистанции пробежать Сколько вам лет, если не секрет? 62 будет 8 сентября Отличным примером для всех, кто хочет заняться спортом Стали пенсионеры, представители Совета ветеранов города Участвуя в марафоне, они доказывают, что возраст – это всего лишь цифры Мы являемся примером для своих детей Потому что, глядя на нас, все понимают, что третий возраст – это только начало красивой жизни Так что мы свободны и мы все можем Выделиться и позабавить участников и болельщиков решили некоторые марафонцы Кто-то надел забавные шапки и панамки, кто-то и вовсе бежал с гелевыми шарами 10 километров покоряли 395 бегунов На полумарафонскую дистанцию вышли 182 человека А рискнуть и проверить свои силы на марафонской – это более 42 километров – решил 51 бегун Одна из тех, кто не боится трудностей – гости города Регина Волкова На забеге она выбрала дистанцию 10,5 километров Самый сложный этап – это, скорее всего, вон та горочка Практически ближе к финалу Впечатления просто замечательные Очень люблю эти забеги Спасибо за организацию, все супер, все круто Такую же дистанцию выбрал и Виталий Климонски На альмитисском забеге Виталий участвует во второй раз Говорит, что в этом году результат забега 10 километровки улучшился Отличные, несмотря на жару, конечно Все равно пробежали И в этом году, по-моему, даже легче, чем в прошлом году было Вот, уложился чуть-чуть быстрее в результате, поэтому очень доволен Со многими трудностями приходится сталкиваться участникам забега Это жаркая погода, длинная дистанция и нехватка воды Часто марафонкам требуется оказание медицинской помощи Как говорят врачи, чаще всего за помощью обращаются бегуны молодого возраста Вот прибегают в головное окружение, падают А дышка у них, давление падает Ну, вот это вот принимаем, оказываем помощь Несмотря на жаркую погоду, марафон обошелся без серьезных происшествий Альмитиск – предпоследняя серия забегов в Татарран Завершит череду забегов по республике Казанский национальный полумарафон Который запланирован на 8 октября Там у участников будет возможность пробежать выбранную дистанцию в Тебетейке А на финише всех будут ждать горячие треугольники МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 На этом у меня все. Встретимся ровно через две недели. Любите спорт, занимайтесь спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова